Существует несколько видов глазури, она бывает разная, я покажу незаварную глазурь, которая хорошо сидит на пасхе, не стекает. Вооружитесь миксером и приготовьте шикарную глазурь для пасхальных куличей. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. В небольшую емкость, у меня судок, поместите яичный белок, обязательно посуда и венчики для взбивания должны быть обезжирены и идеально чистые. Также важно правильно отделить белок, чтоб желток не попал в белок, если хоть капля жира или желтка попадет в белок, глазурь не получится. К белку добавьте лимонный сок, взбейте до образования небольшой пены, на это уйдет 5-6 секунд, я работаю миксером. По 1 столовой ложке добавляйте сахар, взбивайте и снова добавляйте, нужно добавить весь сахар партиями, через каждые 5-6 секунд, постоянно взбивая. Теперь взбивайте все до образования густой пены, когда вы извлечете венчики, белок не должен шевелиться. Переверните емкость с глазурью вверх, она должна остаться и вообще не двигаться, если она шевелится, или вы неправильно отделили белок, венчики и посуда были жирными, или не добили, взбивайте еще, глазурь будет готова за 3-4 минуты. Ставим лайк и подписываемся. Наша глазурь готова. Вот так она сидит на кексе, нельзя намазывать глазурь на горячую выпечку, пасха должна остыть. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Сахар, 4 столовые ложки, белок 1 яйца, 1 штука, лимонный сок, 1 чайная ложка, количество порций, 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До свидания.